День Красной Армии, День Советской Армии и Военно-Морского Флота, День Защитника Отечества. Праздник, который мы помним с раннего детства. Он традиционно ассоциируется у нас с мужским днём, в который поздравления принимают и служившие в армии, и не служившие, и мальчишки, и седые ветераны. 23 февраля митинг прошёл у мемориального комплекса, отдавшим жизнь за Родину в микрорайоне Чкаловский. И это не случайно. Сегодня основу Щёлковского гарнизона составляют части воздушно-космических сил, прежде всего знаменитые авиаторы, 800-й авиабазы, раньше известные как Чкаловская дивизия особого назначения. Этот день по праву считается символом мужества и благородного служения отчизны. И поэтому с особой благодарностью в этот день мы вспоминаем тех, кто с оружием в руках защищал нашу Родину, участвовал в локальных и иных конфликтах, кто сегодня стоит на страже интересов мира и созидания. Сегодня Россия стоит перед новыми вызовами. Наши воины выполняют боевые задачи по борьбе с мировым терроризмом в Сирийской Арабской Республике. Но в условиях политической и экономической напряжённости в мире особенно актуальна защита своих рубежей и военная безопасность своей страны. В ваших глазах мы видим готовность защищать Россию. Нашу страну и армию всегда боялись и уважали, глядя на вас, убеждаясь, что так будет и впредь. Примером беззаветного служения отчизни являются ветераны. Подлинные герои, на которых можно и нужно равняться, прежде всего подрастающему поколению. Наша с вами задача, все, кто на силу носит погоны, это не только воспитать тех детей, которые в наших семьях. Но поддержать, помочь, передать традиции детям, которые живут и ходят по улицам наших городов. Военные успешно осваивают новые образцы вооружения и военной техники. В частности, гости праздника могли познакомиться с современным обмундированием на основе комплекта экипировки «Ратник». Бронежилет, каска специального предназначения, защитные очки, надёжные автоматы АКМ. Это у нас подразделение специального реагирования, то есть подразделение антитеррора. Мы показали то, чем оснащены наши солдаты, военнослужащие, в чём они готовы выполнять боевые задачи, в том числе и по охране гражданского населения. В Щелковском районе немало людей в погонах. Но не стоит забывать и того, что у руля района сегодня настоящий полковник. Больше 30 лет Алексей Валов отдал службе в вооружённых силах. 23 февраля руководитель администрации района с особым чувством говорит о воинском труде. Вспоминает самые яркие моменты своей армейской биографии. Очень приятно было, когда досрочно получил подполковника, полковника. Вот тогда очень радовался. Особенно радовался, когда получил воинское звание капитан. Мы все так стремились к этому, ждали, что капитан – это такое настоящее звание, когда он остался немножечко до майора. Алексею Васильевичу под стать и другие наши руководители. С гордостью надевает 23 февраля военную форму глава городского поселения Щелково полковник Александр Шалыгин. Своим считает этот праздник депутат Московской областной думы майор Запасов Владимир Шапкин, 21 год, отслуживший в Военно-воздушной академии имени Гагарина. Сегодняшней молодёжи я бы хотел желать, чтобы каждый из них себя ощутил гражданином страны, ответственным за её безопасность. Самое главное сегодня для мужчин в нашей стране. Подарком всем жителям микрорайона Чкаловский стал концерт в Доме культуры имени Чкалова, на котором заслуженные награды получили многие военнослужащие Щелковского гарнизона. Главное пожелание, которое звучало в адрес защитников Отечества, это, конечно, пожелание только мирной службы. Ирина Микеда, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует... Продолжение следует...